Вопрос объединения ряда больниц Ульяновской области обсуждается довольно давно. В областном Минздраве решили начать с учреждений Барыша и Базарного Сызгана. Депутатам, уполномоченным и лидерам общественных объединений рассказали о концепции создания межрайонного медицинского центра на базе Барышской больницы. К ней присоединят больницу Базарного Сызгана. Это, по мнению чиновников Минздрава, повысит доступность медицинской помощи. Планируется организация в соответствии с утвержденным графиком выездов узких специалистов из Барышской районной больницы в Базарный Сызганскую районную больницу для того, чтобы приблизить доступность медицинской помощи и обеспечить шаговую доступность. Специалисты основываются на анализе работы больниц за полгода, осмотрели демографическую ситуацию в муниципалитетах, доступность оказания медпомощи и кадровую обеспеченность. В Базарном Сызгане катастрофически не хватает узких специалистов и нового оборудования. В Барыше с этим все в порядке. Напротив, маммографы, томографы и флюорографы не работают в полную силу из-за небольшого количества пациентов. В Базарном Сызгане с точки зрения функционирования районной больницы, как большие проблемы с каждым составом, понятно, со специалистами с узким. Все это как раз, собственно говоря, и признано решить создание этого центра. Поэтому здесь вопросы мы, соответственно, фиксируем. Эти вопросы, соответственно, будут решаться на уровне уже объединенного центра. К уже имеющимся оборудованию планируют закупить дополнительные аппараты УЗИ, ЭВЛ, суточного мониторинга давления, чтобы их можно было транспортировать в Базарный Сызган. Кроме того, что узкие специалисты из Барыша будут выезжать в соседний район, для самих базарно-сызганцев обещают решить транспортный вопрос. Для обеспечения комфортности пребывания врачей в базарно-сызганский район и обеспечения возможности транспортировки при необходимости на консультации или на плановую госпитализацию в Барышевскую районную больницу по узким специальностям, а так, ушествия, гинекология, неврология, кардиология и так далее, в этом году будет закуплен один автомобиль, в следующем году еще два легковых автомобиля, которые как раз будут перевозить пациентов до местного назначения. Также в Минздраве заверили, ни одно структурное подразделение не закроется, а будь то поликлиника, женская консультация, стационары или ФАПы. Все они будут работать в прежнем режиме. А присоединение даст жителям возможность проходить лабораторные диагностические исследования и узких специалистов. Я, как депутат, услышал там все доктора, медсестры, которые сохранят свое многое место. Я теперь хочу услышать, чтобы население тоже сказало, что мы поняли, что будет лучше. Мы согласны, да, может быть, где-то, но, опять же, будем понимать, что здесь подольше, но действительно там оборудование и качество медицинских услуг будет предоставлено в современное время. Следующий этап – запуск общественных обсуждений с жителями, работниками учреждений и общественниками. Только по их итогам и должны принять окончательное решение.